Мир вам, братья и сестры, приветствую всех вас. Конечно, как брат проповедовал и как пел с песней, что умчалось время ее не возвратить, то и об этом и у меня тоже такая песня, что жизнь дана однажды. И я к вам так запросился по пути, работаю сейчас на двух работах, можно сказать так. Выполняю две функции, перевозка и бодишап работаю. До пути в Лас-Вегас есть Бойзи. Я запросился в Бойзи, потому что спасибо вам большое. Я в прошлый раз был, объяснял вам уже, рассказывал вам. Ну, есть нужда, есть проблемы, есть вопросы, которые надо решать. И спасибо вам большое, что многие подошли в прошлый раз, благословляли, помогли. И знаете, в это желание служить Господу есть большое желание. Много написано вот здесь, что нужно сделать, что можно сделать. Но как-то я один раз сказал моей дочке. Ты вот окончила какую-то миссионерскую школу, шесть месяцев она была в Нововолынской церкви в Сиэтле. Вот закончила что-то, поехала, на Украине побыла два месяца. Она приехала, устроилась, ну, работает. Я говорю, давай, может быть, как-то развивать вот эту вот миссионерскую свою деятельность. Больше и больше посещать, езди куда-то, с миссионерами связывайся как-то. И она мне сказала, папа, для того, чтобы ехать, нужно иметь деньги. У меня их нету. Ну, знаете, правильно сказала, что средства, конечно, если бы у нас, у всех были в достатке много, то как брат сказал, что пел кто-то песню, что я оставил все и последовал за Господом. Да, мы можем все оставить, но все решает финанс, правда ведь? И вот с такой вот нуждой я опять по пути стучусь в двери церкви и все прошу, люди добрые, благословляйте, помогайте. Есть нужды, надо решать, надо делать. Спасибо вам большое за ваше доброе сердце. Пусть Бог благословит вас. Тринадцатый номер, пожалуйста. 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 Тринадцатый номер, пожалуйста.